Политолог Владимир Фисенко подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Владимир, рады вас видеть. Добрый день. Здравствуйте. В общем, далеко не будем ходить. То, что сейчас происходит в Российской Федерации, нужно и важно обсуждать куда более, чем то, что происходит. А иное на карте боевых действий, хотя и обстрелы не останавливаются, но с этим мы уже знакомы. Как вы думаете, что происходит сейчас в Российской Федерации? Путин действительно сам не понял, как вырастил себе врага, который его сметает? Ну, не то, чтобы не понял. Я думаю, что Путин с его усилившейся паранойи, он действительно заложил предпосылки для того, что сейчас происходит. Он ведь не только воевал с Украиной. Он для этой войны вынужден был привлекать всех, кого можно, в том числе и тех своих боевиков, которые раньше воевали в Сирии, в Африке. Вот они понадобились ему и в Украине. Он не ожидал, что боевики Пригожина войдут в конфликт, ну и сам Пригожин, войдут в конфликт с Шойгу. Ну, там был еще тогда и на стороне Пригожина и Кадыров. Когда он это увидел, он, видимо, решил для себя хорошо, это надо использовать. Потому что, опять-таки, он же никому не доверяет. Он боится. Он боится и генералов российских, потому что в России ведь тоже говорят о рисках военного переворота. Поэтому, на всякий случай, надо стравливать всех, у кого силовой ресурс, надо, чтобы они тоже были в конфликте друг с другом. Чтобы ни у кого не было монополий на силовой ресурс. Чтобы в случае, если у кого-то там из генералов появятся наполеоновские амбиции, чтобы были среди генералов противники этого товарища, чтобы можно было их использовать друг против друга. Поэтому Путин сознательно культивировал это противостояние между Пригожиным и Шойгу, между разными российскими генералами. Он же ведь не только Пригожина с Шойгу стравливал, использовал этот конфликт. Я напомню, там в контрах были бывший генерал, бывший командующий ВДВ российскими, и Герасимов, начальник генштаба, там Кадыров и Суровикин были против Лапина, ну и так далее. То есть, как бы это была путинская стратегия, как бы система сдержек и противовесов. Но он упустил контроль над этой ситуацией. А у Пригожина, наоборот, выросли амбиции. Он увидел, что растет его популярность. А это как наркотик. Это, конечно, крышу срывает. И в какой-то момент Путин действительно не заметил, что он потерял контроль над ситуацией. А сам конфликт между Шойгу и Пригожиным зашел настолько далеко, что обе стороны были готовы к прямой войне друг с другом. И то, что произошло вчера, происходит сегодня. Это просто уже переход ранее политического информационного конфликта в прямые военные действия. Вчера, похоже, была попытка со стороны Шойгу уничтожить Пригожина и актив вагнеровцев. Пригожин и его люди поняли, что у них другого выхода нет, надо отвечать. Им нужна голова Шойгу. Я не думаю, что Пригожин хотел идти против Путина. Он до последнего, и даже сейчас, пока не делает антипутинских заявлений, но они уже понимают, они уже вне закона. Сейчас, вот в чем особенность ситуации, принципиально новая ситуация, которая сложилась в России, это после Чеченской войны первая вооруженная война внутри России. Фактически вооруженные действия идут внутри России и между российскими военными формированиями. То, чего не было фактически последние 20 лет, даже уже больше 20 лет в России. И теперь компромисса не может быть. Пригожин понимает, у него назад пути нет. Его или уничтожат, или он должен выжить, а для этого должен уничтожить своих врагов, либо, как вариант, где-то закрепиться, стать альтернативным центром власти, ну и сохранять себе и жизнь, и перспективу на будущее какое-то. Если это произойдет, этот второй сценарий, это тогда будет начало распада России. Если не смогут, конечно, победить Пригожина, не смогут его уничтожить. Ну и для российских властей тоже. Им вызов Пригожина, это тоже тест. Либо они уничтожают Пригожина, сделать это крайне сложно, потому что речь идет не просто о Пригожине, а примерно 20-25 тысяч бойцов опытных, с боевым опытом, с тяжелым вооружением, с некоторыми системами ПВО. И сейчас они еще захватывают аэродромы. Кто его знает, если у них там есть летчики профессиональные, или найдутся, готовы им помочь, у них и авиация может появиться. И как с ними воевать? Как нейтрализовать Пригожина? Если им не удастся нейтрализовать Пригожина, это начало кризиса российской государственности. Я не думаю, что у Пригожина есть шансы на победу. Я думаю, что то, что он делает, это от отчаяния. Плюс он авантюрист по своему характеру. И он борется за свою жизнь, как и его бойцы. Но и Путин, если он проигрывает в этом противостоянии с Пригожиным, это будет начало его конца. Начало конца путинского режима. Выигрывает, Владимир, по-вашему. Вот вы говорите, я не думаю, что Пригожин выиграет, но если Путин проиграет, а все-таки какая финальная цель, как вы думаете, стоит? Что значит проигрыш? Ну понятно, что есть риск, пока он не очень велик, но теоретически. Вот сейчас, только сейчас, начинают как-то военным путем противодействовать Пригожину. А так, смотрите, в Ростове он без каких-либо военных действий занял штаб военного округа, фактически взял город под свой контроль. Никто не сопротивлялся ему. И до Воронежа дошел без сопротивления. А если он так дойдет до Москвы, или сопротивление будет минимальным или неэффективным? Сбегут, вот уже есть информация, что Путин улетел на Балдае, что там эвакуируют Медведева, если это подтвердится. Если российская элита начнет бежать, хорошее слово украинское, тикаты. Тикать начнут от Пригожина. Ну, теоретически он может там войти в Кремль. Ему пригожен нужен Шойгу. Да, ну и вот войдет, допустим, в Кремль. Это вот пока маловероятный сценарий, но теоретически возможно. Владимир, позвольте, добавлю два слова. Да, сейчас это вот это поражение в полном объеме тогда будет. Вы договорите, рейтерс передают о том, что сейчас все военные объекты уже контролируют вагнеровцы в Воронеже, вот о котором вы говорите. Напомню аудитории, что от Воронежа до Москвы 515 километров. Я читал, что они идут сейчас на Липецк, Воронеж обходят. Будем ждать, но вот как бы ближайшие сутки, день-два будут решающими в этом плане. Поэтому один сценарий. В чем преимущество Пригожина сейчас? У него инициатива. Он идет на Москву. А у Кремля нет четкого плана, как я понимаю. Как остановить Пригожина? В чем дилемма Кремля? Для того, чтобы остановить Пригожина, им нужно снимать с фронта боевые части. Просто атаки с воздуха, они пытаются это делать, но пока без особого успеха. В городах воевать с Пригожиным. У Пригожина есть опыт войны в городах. А кому воевать со стороны Путина? Росгвардия. Так Росгвардия, она умеет разгонять безоружных протестующих. А здесь надо воевать с людьми, с оружием и с военным опытом. Да еще у них и тяжелая техника есть. Значит, надо снимать часть войск с фронта. А на это требуется время. А если снять войска с фронта, вот тогда у нас появится благоприятная возможность для более активных наступательных действий. Вот в чем проблема для Кремля. И вот я говорю, если вдруг Путин убежит из Москвы, а Пригожин войдет в Москву, это фактически будет начало конца путинского режима. Но другой вариант, умеренный, скажем так, промежуточный, ну вот не входит, ну не получается у Пригожина, не входит он в Москву, но закрепляется либо в Ростове, либо в Воронеже. Создает некую свою народную республику. Вот где будет зла и ирония истории. Теперь уже не Путин народной республики создает, а против него. И он станет тогда альтернативным центром власти. И это уже начнется тенденция распада, внутреннего раскола. И в том и в другом случае это слабость российской власти. Либо начало ее крушения, если Пригожин будет в Москве, либо демонстрация, что ничего не могут сделать с Пригожиным, не могут его победить. Вот в чем проблема. И это вот сейчас, я думаю, главный вызов для Кремля, что делать с Пригожиным. Они его хотят уничтожить, а вот как это сделать, пока не знают. Да, есть информация о том, что Кремль буквально вчера, то есть накануне пытался договориться с Пригожиным, пытались упросить, может быть, даже его остаться и не наступать, но он отказался. И по источникам важных историй Путин дал команду возбудить против Пригожина уголовное дело и разобраться по-жестокому. В то же время мы видим новости о том, что Пригожин готовился. Как вы считаете? Насколько, как давно планировал Пригожин этот поход? Наверное, с момента, когда он кричал о снарядном голоде. И кто сейчас помогает Пригожину на территории Российской Федерации? Потому что мы видим, как стремительно он идет и буквально без проблем реализует свои планы. Ну, я бы сказал, тут не столько помощь. Вот для Пригожина было бы очень важно, если бы на его сторону начали переходить какие-то воинские части. Отдельные военнослужащие, вероятно, да. Но пока нет информации, что массово переходит на его сторону. Я вообще не идеализировал бы Пригожина. Для нас, что Путин, что Пригожин, это враги. И наш интерес в том, чтобы они убивали друг друга, уничтожали друг друга. Но важно, что не было сопротивления. Вот почему он так быстро идет? Нет сопротивления. Вот не готовы российские войска воевать. Они же вот еще вчера были вместе с Пригожиным, под Бахмутом. Для них он свой. Украинцы чужие, враги. А Пригожин свой. Тем более у Пригожина есть там сторонники в социальных сетях. Есть, я думаю, симпатики в вооруженных силах, в силовых структурах. Говорят о том, что у него немало таких вот симпатиков в самых разных силовых структурах России. Я думаю, что это тоже, кстати, интересная такая тема. У него есть, ну или были до нынешнего момента, были влиятельные сторонники и прикрытие, такая крыша своеобразная в окружении Путина. Говорят о Ковальчуке, Юрия. Ему открыто симпатизировали Пригожину. Глава Госдумы Володин, там Миронов, глава партии «Справедливая Россия». Сейчас они все отходят. Уже вот Кадыров выступил против Пригожина. Поэтому сейчас, я думаю, Кремль всех заставляет демонстрировать публичную лояльность именно Путину. И выступать против Пригожина. Поэтому в этом плане Пригожину очень непросто. Но то, что ему не оказывают эффективного сопротивления, вот это важно. Вот это тенденция. Это демонстрация как раз слабости и российских силовых структур, и слабости Кремля. Ведь, по идее, этот мятеж должен был быть подавлен в зародыше в первые дни, в первые часы даже. Этого не произошло. Планировал ли Пригожин это? Не знаю. Я не исключаю, что, возможно, какие-то планы, действия, ну вот если там на них будут нападать, или если вдруг там начнется рушиться российская власть. Потому что он упоминал, в случае чего мы пойдем на Москву. Возможно, какие-то планы и были. В его, кстати, ближайшем окружении есть военное руководство ЧВК «Вагнер». Уткин — это люди с боевым опытом, профессиональные военные, спецслужбисты, люди, которые воевали и в Сирии, и в Африке. Это профессиональные военные. И они планируют, конечно, военные операции. Они очень профессионально действуют. И вот, кстати, колонны, которые идут сейчас вот и на Воронеж, и мимо Воронежа. Там же ведь и система ПВО, есть система «Панцирь», есть ПЗРК, которые они используют для того, чтобы сбивать вертолеты. А мы сейчас как раз на экране видим, Владимир. Простите, что перебиваю, просто очень быстро идет информация. Коллеги, покажите. Вот по сообщениям телеграм-каналов силы ЧВК «Вагнер» идут через Бутурлиновку. Это местный военный аэродром под контролем наемников в фурах, которые проезжают, как вы видите, находится личный состав. Ну вот, да, там, ребенок или кто просто стоит с велосипедом, провожая взглядом. Да, вот, кстати, артиллерийская установка. И в колоннах есть и вот система ПВО. То есть в этом плане они действуют тактически очень грамотно. И, кстати, идут по дорогам, где есть и гражданский транспорт. Поэтому пытаются их бомбить, но, ну, скажем так, тут есть проблема. Так что вот пока российское руководство не смогло найти эффективной тактики противодействия вот этому движению вагнеровцев. А сам Пригожин сейчас, знаете, вот в роли Муссолини. Сто лет назад, вот в 1922 году Муссолини повел своих чернорубашников на Рим. И, кстати, тогда получил власть в итоге. А вот сейчас, ну, в других условиях, в другой форме что-то подобное делает Пригожин. Но вы правильно вот отметили, вот ирония истории для Путина. Он взрастил этого демона. Этот демон сейчас воюет против Путина. А самое главное, вот этот бумеранг войны, этот вирус войны, который Путин запустил против Украины, вот сейчас он возвращается в Россию. Я об этом вот постоянно говорил уже много месяцев подряд. Это неизбежно произойдет. Тем более, когда есть вот эти частные армии. И вот это уже происходит. Россия вступает в волну смуты. Путин сам про это сказал. 17-й год смута. Бессмысленный, беспощадный российский бунт. Вот это важно. Для нас важен процесс. Не результат даже, чем это закончится. Я думаю, быстро это не закончится. А вот сам процесс, процесс этой внутренней борьбы, этой внутренней грызни. Это дает нам шанс. Это открывает для Украины окно возможностей. Вы про смуту сказали и про бумеранг. Как раз сейчас на экране видим Южный военный округ, город Ростов. Прогремел взрыв. То есть там уже начались какие-то столкновения. Возможно. У нас нету информации точно, что там происходит. Но телеграм-каналы местные пишут о том, что в том числе батальон Ахмат отправился в Ростов отбивать этот город для Путина у вагнеровцев назад. Комментарии людей пускать не будем. Там, вероятнее всего, есть ненормативная лексика, поймите нас правильно. Но вот те кадры, которые мы сейчас видим в Ростове, как раз и отражают ваш комментарий. Действительно, россияне понимают, что такое война теперь на самом деле. Понятно. Ну да, в Москве вот пишут, что будут информационное пространство делать более узким. Как вы считаете, на какие шаги дальше может пойти Кремль для того, чтобы попытаться еще удержать свою власть? Информационный голод дальше. Да, да, да. Ну смотрите, ну они уже пытаются что-то делать. Вот пытаются как-то останавливать вагнеровцев, используют авиацию, вертолеты, пока без особого успеха. Потому что для того, чтобы остановить и нейтрализовать вагнеровцев, нужна масштабная воинская операция. Именно воинская операция. А для этого нужно перебрасывать силы откуда-то. Спецназа здесь, ну там наберут, допустим, пару-тройку тысяч спецназов со всей России. Я думаю, что большая часть сейчас в Украине, но вот наберут. А у Пригожина 25 тысяч человек, как он говорит. Вот одна проблема. Вот надо тогда все-таки планировать какую-то воинскую операцию. Быстро это не произойдет. Тем более перебрасывать войска надо. Под Москву, видимо, или вот по пути следования вагнеровцев, либо в тылом бить. А вот то, что в Ростове происходит, переброс батальона Ахмат, кадыровцев. Да, вот это тоже форма реагирования. Они попытаются сейчас как бы вернуть контроль над Ростовом. Просто потому, что сейчас Пригожина больше Москва интересует. Кроме того, информационно, да, они будут сейчас, во-первых, закрывать максимально возможности для информационной активности Пригожина. А у него такие каналы были. Будут что-то делать с телеграм-каналами. Потому что больше всего неконтролируемая информация именно там. Поэтому вот они, наверное, будут там искать какие-то варианты. Ну и запрет на использование самого слова Пригожин. Вот заметьте, когда Путин выступал, он обратился к вагнеровцам. Причем в таком комплементарном тоне, как героям. Да, вот будут раскалывать Вагнер. Будут пытаться добиться того, чтобы часть вагнеровцев отошла от Пригожина. Им будут обещать амнистию. Возможно, будут попытки уговорить и самого Пригожина. Но мне кажется, он понимает, что у него уже пути назад нет. Либо смерть, либо в той или иной форме хотя бы частичной, но победа. Третьего не дано. Но попытки психологически воздействовать на него или на его ближайшее окружение наверняка будут предприняты. А информационно, с одной стороны, будут успокаивать россиян. Вот будут демонстрировать, что все поддерживают Путина. Уже такая установка дана, уже начался такой флешмоб среди представителей российской власти и российских пропагандистов. Кстати, потом, если удастся им подавить этот мятеж, я думаю, начнутся разборки, смотреть, кто когда поддержал Путина. Кто поздно это сделал. У кого были какие контакты с Пригожиным. Кто мог быть тайным союзником Пригожина. То есть, еще будет волна репрессии, но это в случае успеха для Путина. Волна репрессии против сторонников Пригожина, скрытых сторонников Пригожина. Кстати, тоже одно из последствий нынешней ситуации, неизбежно, вне зависимости от того, как закончится нынешняя ситуация, это расколы в российских элитах. Может быть, не в прямой, в косвенной форме, но расколы усилятся. Еще один вызов для Путина. Он раньше опирался на партию войны. А теперь один из лидеров, одна из звезд этой партии войны, Пригожин, фактически начал войну против Кремля. И Путин так или иначе потеряет поддержку части партии войны. И будет меньше ей доверять. Вот расколы будут еще и в этом сегменте российской политики. В любом случае, точка невозврата уже переедена, и мы будем следить за тем, как закончится этот день. И это действительно может в корне изменить ситуацию внутри элит. Владимир, сообщу нашей аудитории, можете посмотреть, что на поступках к городу Москва уже роют окопы. По крайней мере, об этом пишут телеграм-каналы. Вот так выглядят эти фотографии очевидцев. Опять-таки, это фотографии соцсетей. За достоверность на 100% мы не отвечаем. Но я хочу вас о другом спросить. Путин провел телефонные переговоры сразу же с президентом Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. Об этом, кстати, с торжественностью сообщил Дмитрий Песков. Что Путин им обещает, как вы думаете? Вообще, что он им говорит? Привет, все хорошо, ты же со мной. Как это может звучать? Я думаю, что главный смысл этих переговоров – успокоить их, показать. И через них, как бы, всему миру, что Путин живой, Путин на месте, и он якобы контролирует ситуацию. То есть, главный сигнал – именно попытка успокоить. Ну, правда, уже люди иронизируют, смотря на эти переговоры. Ну, мол, вот год назад, в январе прошлого года, Россия водила войска ОДКБ вместе с Белоруссией в Казахстан, чтобы помочь президенту Такаеву. Ну, мол, теперь надо просить помощи у союзников по ОДКБ. Кремль сам не справляется. Вот даже это такая саркастическая ирония, причем в российских социальных сетях и в российских телеграм-каналах. Она уже очень показательна, она показывает, что Кремль сейчас не очень состоятелен. А поскольку это очень очевидно, ну, Путину надо всех успокоить. Поэтому вот он пытается через такие переговоры показать, что все в порядке. Он якобы все контролирует, не надо волноваться. Все будет закончено, Кремль все восстановит, восстановит порядок. Но пока что реальная действительность не подтверждает слова Путина. Да. Спасибо огромное. Владимир Фисенко, политолог, был участником эфира канала «Фридом». Спасибо вам. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.